Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, хорошо видно, слышно. Все, вижу, что слышно. Приветствую вас, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о конкурсах и соревнованиях, что это такое, для чего их используют. Я буду говорить больше о психологических аспектах, поэтому приступим к делу. Для начала познакомимся с терминологием. Вообще, что такое соревнование? В соревновании, если посмотреть в словаре, то это написано противоборство и конкурентная борьба между несколькими сторонами за достижение превосходства, выигрыша, признания или в целях поддержки биологического инстинкта выживания. И понятие конкурс, которое как бы схоже, но чуть-чуть отличается тем, что соревнования, конкурс это соревнования, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающихся конкурсантов, претендентов на победу. Вот в этом и заключается основная разница. Если в соревнованиях один победитель, двое между собой, то в конкурсе, может быть, их намного больше, и конкурс больше касается искусства. Вот такая цитата, приписывается она Сталину. Социалистическое соревнование и конкуренция представляют два совершенно различных принципа. Принцип конкуренции это поражение и смерть одних, победа и господство других. А принцип же социалистического соревнования это товарищеская помощь оставшим со стороны передовых с тем, чтобы добиться общего подъема. Ну, если посмотреть, вот принцип социалистического соревнования, то, что вдохновляло в советский период людей, именно вот эта товарищеская помощь отставшим. То есть соревнования для того, чтобы утвердить свое первенство, для того, чтобы в каком-то азартном виде продвигаться, если мы видим, что кто-то не отстает, им помогать. Что же, давайте разберемся, кому нужны школьные конкурсы. Вот это очень важный аспект. Нужны ли детям конкурсы? Может быть, скорее всего, им интересно, это азартно. Родителям нужны, но родители хотят немножко потешить свое эго, когда их ребенок побеждает, и еще и сравнить умение своих детей с другими детьми, насколько их дети лучше других. И каждый, благодаря этим конкурсам, хочет скорее получить подтверждение этому явлению. Учителю нужны конкурсы, может быть, в школе. Но самое интересное, что вот школе нужно для того, чтобы доказать, что школа действительно хорошо работает, она заслуживает уважения. Городскому отделу образования, чтобы отчитаться перед министерством образования. А министерству образования, чтобы получать финансирование. Вот если мы будем исходить, что конкурсы нужны детям, детям и родителям, то это совершенно одна парадигма. Когда мы смотрим, что конкурсы нужны министерстве образования для того, чтобы каким-то образом отчитаться и получить финансирование, то мы получаем очень искаженную картину через несколько зеркал, которые преломляются по какому-то другому виду и получается нечто не самое лучшее. Я не говорю, что министерство образования хорошее-плохое, а дело в том, что тут принимаются совершенно другие стандарты измерения, потому что требуются какие-то измерения. И если во главу угла ставится то, кто же получит больше денег, тогда это искажение. Если же министерство образования ставит другие цели, то это другие цели, но какие бы цели ни ставило, в итоге все кружится вокруг финансов. Давайте посмотрим, в чем цели конкурсов в школе. Это, во-первых, средства мотивации. Дети мотивируются, когда идет конкурс. Активация их мозга. Ставят 4-5, и другое, когда он выходит на конкурс, на соревнования городского уровня, областного уровня, он выигрывает. Это другой способ и выход на другой уровень обучения. И тут играет важное значение включения эмоционального компонента и азарта в процесс обучения. Что получается? Когда мы готовим себе конкурс, давайте представим, что сейчас конкурс, мы будем соревноваться. Что у нас происходит? Гормональная активность, гормоны активируются, активируются мозговые центры, развивается умение концентрировать внимание и силы на определенный промежуток времени. То есть, если мы знаем, что конкурс, он длится час, и в течение часа надо решить там столько-то задач, то он сосредотачивается, ребенок, и быстро пытается решить. Кто-то намного быстрее решает, кто-то успевает, не успевает, но он знает, что его внимание должно быть концентрировано на определенное время, и на этот час он напрягается. Или пробежки, бег, если это спортивные, пробежать там 100 метровку, километр. Благодаря, например, спортивным соревнованиям можно определить тип личности ребенка. Некоторые дети очень хорошо бегают короткие дистанции, а другие, например, на коротких не успевают разогнаться, но у них выдержка хорошая, они вытягивают длительные дистанции. На этой основе мы можем определить тип личности, что этим детям нужно время для разгона не только в физическом плане, но это когда он готовится к экзаменам, вообще к процессу обучения. А другой быстро включается, моментально включается, это спринтеры, но они очень недолго вытягивают, потому что концентрация их намного сильнее. Соревнования, конкурсы, с одной стороны, помогают развивать это умение. И когда же это умение нам нужно в жизни? Ну, во-первых, когда они сдают экзамы, когда приходит черед ЕГЭ и ОГЭ, то что получается? Дети, которые чаще участвовали в различных конкурсах, пусть то музыкальные школы, в концертах участвовали, они быстрее организовываются. Почему? Потому что у них есть опыт, можно иметь большие знания, но если нет опыта концентрации в определенное время, ребенок может проиграть. И наоборот, силы могут быть средние, но благодаря концентрации из-под сознания достается информация, которая туда была заложена в процессе обучения, на которое, может быть, он и не очень обращал внимание, но он активизируется. Если смотреть музыкантов, то есть великие педагоги, которые боялись выступать, есть великие исполнители, которые на концертах исполняли лучше, чем на репетициях. Так говорят об Антоне Рубинштейне, что он на концертах выступал, превосходил, то есть у него включался азарт, и он выступал намного лучше, нежели в классе. Вот для такого человека момент такого экстремального состояния очень важен, он вдохновляет, ведет его вперед. Вот посмотрим, вот такая картинка перед экзаменом, обычно отличник что думает, как лисица, вот пойду первым, пусть подумает, что я смелая, потому что все знаю. Ну, что делать, у нас отличники первых ходят. Другие дети остаются в конце, но они думают, что учителя выдохнут, выдохнутся, но на самом деле они сами тоже теряют, потому что в процессе подготовки ожидания снижается накал энергии. По сути, больше выигрывают те, которые, ну, не первые, вторые, третьими заходят, но есть и такой момент, что в конце учитель тоже вот устал и не будет задавать лишних вопросов, чем такая фишка. Но те ребята, которые участвуют действительно на конкурсах различных, им не страшны никакие экзамены. Да, они немножко волнуются, и это волнение скорее похоже на азарт. Конкурсы дают возможность сравнивать свои силы с другими. А, читаю вопрос, как вы относитесь к конкурсам и соревнованиям дошкольников? Сейчас чуть пойду дальше, как я отношусь к конкурсам, а потом я отвечу на ваш вопрос, как я отношусь к соревнованиям дошкольников. Дети в конкурсах приобретают опыт победы. Вот очень важная составляющая опыт победы. Когда у ребенка, у каждого человека есть свой багаж опыта победы, он благодаря этому опыту более счастлив, он лучше в жизни устраивается. И хуже, когда у человека есть опыт проигрыша. Понимаете, не иметь вообще никакого опыта лучше, чем опыт проигрыша. Потому что опыт проигрыш создает мышление лузера. Какие искажения в конкурсе мы видим? Во-первых, это конкурс только ради диплома и для повышения квалификации учителя. Увы, такое тоже имеет место. Для повышения квалификации учителей требуются дипломы. И они быстро-быстро уже в последний момент устраивают какие-то конкурсы, посылают. Иногда такие вещи недостаточно подготовлены. И почему интересы ребенка не защищены? Это ведет к искажению. Мгновенный интернет-конкурс с дипломами на выбор. Сейчас развелось очень много сайтов. Вот смотрите, на нашем сайте диплом можно получить, сертификат о том, что вы прослушали вебинар, только после того, как вы в реальности послушали, в реальном времени. И только тогда. Есть очень много недобросовестных, конечно. Ну, я бы не сказала, что недобросовестных. Они предлагают. И некоторые берут, пользуются этим. Которые предлагают, например, конкурсы. Говорят, вы сами выбираете, какое место поставить вашему ребенку. Первый, второй, третий лауреат или дипломант. Вот это полная профанация. И вот если такой конкурс, он искажает чувство справедливости. То есть ребенок, как был в обычной школе, как учитель его оценивал в классе, так и будет оценивать на этом конкурсе. Если мы идем в интернет-конкурсы, то там должно быть обязательно независимый жюри. Дальше. Слишком строгие условия, завышенные требования на непрофессиональных конкурсах. Есть профессиональные конкурсы. Есть, например, если в музыке брать дети, которые играют наравне со взрослыми. И с этими детьми поставить обычную музыкальную школу будет несправедливо. То есть, если некоторые дети вышли на уровень областного, всероссийского масштаба и стали лауреатами, им больше нет нужды участвовать в школьных обычных конкурсах. Разве только, если в этой школе несколько детей такого уровня. Вот между ними можно, а когда такие дети участвуют в школьных конкурсах, они берут победу, они действительно заслуживают, но это немножко расхолаживает их, а другие дети перестают надеяться, что им что-то достанется. Весь пирог уже заранее разделили. Понятно, что они до этого уровня не дотягивают. И получается бессмысленность участия в таких конкурсах. То есть, требования должны классифицироваться по уровню. И соревнования в заведомо проигрышной ситуации тоже самое. Я сегодня буду привыкать к цитатам известных педагогов, потому что мы на них равняемся, мы пытаемся из их мыслей понять суть, какую-то тонкость, выцарапать нечто еще более значимое. Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество. Все равно в чем? В сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости и смелости. Так вот, главная польза от конкурсов и соревнований в том, что создается некоторая ситуация, в которой ученики могут проявить мужество, выдержку. Ну, здесь и Антон Семенович имеет в виду не только это, но и различные житейские ситуации. Но конкурсы, да, действительно делают так, что люди стремятся, дети стремятся сделать больше, достигнуть, перепрыгнуть самого себя. Это ценно. Если мы вернемся к слову Антона Макаренко, то вот я привела такую картинку. Это история, о которой рассказывалось, когда на паралимпийце во время соревнований один мальчонка упал, да, он упал, и девочка, которая пробегала мимо, это прямо во время соревнований было, остановилась, подняла его, и тогда подбежали все вместе, и они за руку, держа, добежали до конца финиша. Они уступили свою победу, но выиграли вместе. Это некая особая ситуация вот этих особенных детей, которые показали пример совершенно другого плана. И вот скажите, да, они нарушили все правила конкурса, они нарушили все правила соревнований, что могут потребоваться дополнительный забег или что, но они показали образец мужества, сотрудничества, дружбы. Они дали великий урок вполне здоровым, активным спортсменам, вообще всем людям. Еще одна фраза Антона Семеновича. Сколько бы не создавали правильных представлений о том, что нужно делать, но если вы не воспитаете привычки преодолевать длительные трудности, я имею право сказать, что вы ничего не воспитали. В современной методике преподавания очень пришли, это вообще воспитание, пришли такие вещи, что детей надо любить, их нельзя ругать. Скажу вам честно, я раньше была абсолютно против конкурсов. Сейчас я немного просматриваю эту ситуацию и дальше покажу, каким образом идет эта ситуация. Дело в том, что если нет никакого сопротивления, то не развивается ни воля, ни умение преодолевать трудности, а вот это самое важное качество. Почему-то так получилось, что поколения, которые преодолевали большие сложности, они очень сильно изменили жизнь. А вот их дети, о которых они очень заботились, думали, я пережил, пусть мой ребенок не увидит этого, но пусть ему будет хорошо, не так сложно, как было мне. Их дети остаются на попечении родителей аж до 30-40 лет. Вот в чем сложность. Вот тут очень интересно. И опять мы в этот момент возвращаемся к словам Макаренко. Мы должны воспитывать привычку преодолевать длительные трудности. И что же приходит на замену как альтернатива конкурсам? Это сотрудничество. Сотрудничество – это тип взаимоотношений людей между собой в процессе деятельности, характеризующийся согласованностью, с улаженностью мнений и действий. Вот как этот часовой механизм на рисунке, вот это образец сотрудничества. Тут шарики, механизмы различной величины. И они вместе работают таким образом, что наверху на экране на циферблате крутятся две или три стрелки. И они очень с разной скоростью, но они очень гармонично работают между собой. Это сложнейший механизм. Также сложнее, но он работает. Это возможно. Если это возможно в неживом, часовом механизме, почему же это невозможно между людьми? И есть понятие синергии, когда один плюс один равняется одиннадцать. Вы, наверное, часто видели. То, что если один человек что-то, один человек начинает работать с другим человеком, они не удваивают результаты своего труда, а могут удесятерить. Почему? Во-первых, благодаря тому, что одноименные волны, одинаковые волны одной направленности усиливаются, друг друга усиливают. Это раз. Во-вторых, у каждого ряд способностей не только относительно этого одного процесса, который они делают, а смежных направлений. И у другого тоже очень много смежных навыков, которые они сплетаются вместе и создают некую силу, некую результативность, которая равняется не двум, а значительно больше. И, как я и говорила, опять уже возвращаемся к великим педагогам. Это Мария Монтессори. Не философ и не ученый не в силах придумать и навязать нам тот или иной метод обучения. Только сам ребенок может выявить эти законы, эти потребности своими спонтанными реакциями, своими успехами. Мы увидим это потому, спокоен ли он, счастлив ли он. Подсказки будут служить интенсивность, а подсказки будут служить интенсивность его деятельности и постоянство свободного выбора. То есть мы наблюдаем за детьми, как они работают, как они влеченно все делают. И мы заметим, что же там, что же их заинтересовал. И вот здесь, Людмила Владимировна, вы задавали вопрос, как я отношусь к конкурсам и соревнованиям в детском саду. Я исхожу из естественных стремлений детей, особенно до семи лет, потому что они спонтанны и развиваются наиболее гармонично, если взрослые не вмешиваются в их отношениях, а только поддерживают какие-то моменты. И давайте посмотрим, как играют дети. Во-первых, у них тоже есть соревнования, но эти это короткие соревновательные циклы. И часто сменяется, сменяемость ролей. Там есть вода и остальные, а потом вдруг меняется, другой стороной вода, и другие то ли бегают, то ли прячутся, закрывают глаза, ищут друг другу. Смотрите, они постоянно меняют роли. И смена ролей идет очень быстро. То есть, если я проиграл, это я не лузер. Нет, я просто примеряю другую роль. Я начинаю примерясь на себе другую роль. И если одержаваться, ой, я много раз сыграл эту роль, хорошо, ладно. Они между собой легко договариваются. Вот взаимная договоренность и возможность менять правила, это у маленьких детей очень сильно развито. Все игры имеют двигательную активность. Когда они не могут долго сидеть, они все время двигаются. Когда появляется конкурс, включается тот же самый азарт, тело хочет двигаться, они двигаются. В школе же дети часто сидят. Если эти конкурсы, научные конкурсы или что-то, в них кипит, горит, они сидят на месте. Это может служить препятствием того, что образуется определенная гормональная активность, которая не выплескивается в достаточной мере. Хорошо, если оно в работе проявляется. Дальше. Дети разных возрастов и особенностей поддерживают друг друга. Как вот эти дети, параолимпийцы бегали и друг друга поддержали. Также они очень часто друг друга поддерживают. Для них это естественно, если взрослые не будут вмешиваться, не делай и так далее. И дети в школе поддерживают друг друга. если взрослые не вмешиваются до или после. Видишь, ты ему помог, а ты свое не успел сделать. Ты пока то делал, ты это сделал. Да, с одной стороны. Но это одно, а сказать, вначале позаботься о себе, потом помоги другу. Это совершенно другая ситуация. Дети часто играют в ролевые игры, ситуативные игры, в игры, где нет конкуренции. Например, точки матери, учитель, врач, магазин. Это все ролевые, ролевые, ситуативные игры. И здесь нет конкуренции. Но если мы посмотрим, эти игры очень сильно похожи именно на тот часовой механизм. Они слаживаются между собой, они друг к другу притираются к тому, чтобы прийти в гармоничное состояние, при котором они могут вместе сотрудничать. еще один гений педагогики Василий Александрович Сухомлинский. Не должно быть людей незаметных, людей безвестных, пылинок. Каждый должен сверкать, как сверкают на небе миллиарды, миллиардов вселенной. О чем это? О том, что в каждом ребенке есть свой талант. И задача учителя позволить раскрыться этому таланту, развиться и просиять. В том, это рисунок. К чему этот рисунок? Каждый слаб в чем-то и силен в другом. Есть такая поговорка, пословица, что если смирять зайца по умению летать, то он будет всегда проигрывать вороне. Или что-то в этом плане. Здесь мы видим лес, тут разные животные. У каждого из них есть своя сильная сторона. Ворона превосходно, птица или сорока превосходно летает, но она не может ползать. Белки прекрасно прыгают на деревьях, но они не так сильны, как медведь. Сове сова превосходно видит ночью, а многие животные ночью вообще не видят. И так у каждого есть своя сильная сторона и есть своя слабая сторона. Если мы будем акцентировать внимание на слабой стороне, пытаясь его довести до среднего уровня, мы проиграем, дорогие мои. Задача не в том, чтобы как раз работая в инклюзии, например, дети, которые особенные, их не надо пытаться довести до среднего уровня. Нет. Найдите то, в чем силен этот ребенок и начинайте развивать именно это качество. Кто-нибудь попытался бы белку научить, летать? Ну, конечно, нет. Но прыгать лучше, прыгать дальше, прыгать быстрее и подняться выше на дерево, забираться, это запросто можно научить. То есть, также мы по детям смотрим их сильные стороны и пытаемся развивать. И нечего в одно соревнование ставить детей, тех, которые заведомо проиграют. Итак, рассмотрим, что такое сотрудничество. Это ролевые и ситуативные модели. Мы можем создавать такие ролевые и ситуативные модели, когда, например, на уроках литературы, ОБЖ, начинаем рассматривать жизненные ситуации, какие-то литературные ситуации, и начинаем проигрывать, когда дети становятся в роли участников проблемной ситуации, и каждый начинает высказывать свое мнение. И если при этом, при высказывании своего мнения, еще и формируется определенный регламент, а регламент умения слышать до конца не прерывая, то получается, что мы в детях воспитываем именно эти качества. И отвечая на вопрос Людмилы Владимир, дать детей не в детском садике, не должно быть соревнований. Должны быть соревнования в детском садике, скорее всего, игровые ситуации. Вебинар скачать возможности нет, но через два дня или послезавтра он выйдет в Ютубе, и вы можете там спокойно смотреть. Если можно о конкурсах интеллектуальных и у дошкольников ваше мнение. А сделайте игровую ситуацию. Не просто соревнования дошкольникам, а игровая ситуация. Пусть все получат награду, каждый получит ощущение, что он выиграл. Кстати, об этом я сейчас поговорю, каким образом это может быть. Коллективное решение заданных задач, проектов. Например, вот сейчас наступ зимы нет толком, весна растает все, и надо устраивать скажем субботники. Как сделать, чтобы было чистое? Как сделать, чтобы убрать? А как сделать, чтобы эта чистота сохранилась, чтобы она была всегда? Какие деревья или цветы можно посадить в школьном дворе? Вот можно просто подумать, какие цветы, например, в том плане, чтобы они зацветали летом и до поздней осени, к этому времени, по цветам, соотношение цветов, по скорости цветения, чтобы постоянно, вот одни заканчиваются, цветоносный период, другие начинают. То есть мы ставим разные задачи, и дети начинают решать их, каждый находит, решает свой отрывок, свой отрезок, он приносит, вкладывает свой труд в общее дело. И получается, что каждый проявляется как звёздочка на небе, у каждого есть возможность показать себя, а кто-то проектирует прямо вот эту цветочницу, а давайте сделаем так, чтобы было здесь зелёно-синие цветы, а вот здесь так, и у нас в итоге получится там какая-то картина. Если мы вырастим вот такие цветы, то у нас будет, скажем, как росписик женская, вот узор такой, ведь это всё можно делать. у детей у детей возникают огромные фантастические идеи, и их можно реализовать, помочь им реализовать эти идеи. Оценивается слаженность учеников, скорость, качество, красота, и скажу вам, красота важнее. Это не только моё мнение, почему. Что такое красота? Красота это когда уже есть большое количество итераций, когда вы много раз что-то делаете, вы уже перешли к качеству, вы уже перешли, скорость даже не так важна, и вдруг появляется красота, потому что когда делается красота, не может быть плохое качество, уже качество подгоняется для того, чтобы красота не пострадала. Вот такая таблица уровней сознания Дэвида Хокинса. Я привела его для чего? Мы скоро сейчас узнаем. О чём эта таблица? Был такой великий учёный, гениальный человек проспетлённый, и вот он измерил и поставил эмоциональное состояние людей. Если мы видим энергетические уровни, начинается снизу позор, чувство вины, апатия, горе постепенно повышается. Дальше оценка энергетическая в цифровом эквиваленте, эмоция, которую при этом человек чувствует, например, находясь в позоре, у него оценка энергии 20, он чувствует унижение, жизнь воспринимает как уничтожение, что жизнь его уничтожает. и так если мы смотрим чувство вины, обвинения и так далее. посмотрим, что же получается. Дело в том, что когда находится человек в этом розовом отрезке стрелки, он все время его настроение будет падать, падать, падать и падать, и его будет тянуть вниз. Когда человек находится в голубом секторе, то его чувства идут выше. Давайте посмотрим, где начинается вот это синее. На стадии смелости, нейтралитет, готовность принятия разума, любовь, радость, гармония. Нижнее эмоциональное чувство, ниже смелости находится гордыня, дальше гнев, желание, вожделение, страх, горе, апатия, чувство вины и позор. Я хочу уделить внимание вот именно этому розовому отрезку. Когда у человека гордыня, что он делает? Он пренебрегает, у него появляется чварство. Давайте посмотрим, что же получается, когда ребенок участвует на корпусе. Когда он выигрывает у него гордыня, когда он проигрывает позор. Из гордыни он легко впадает в гнев. Почему всегда он побеждал, сегодня победил кто-то другой. У него появляется ненависть и агрессия. Потом от этого впадает в желание, что он хочет преодолеть кого-то, выиграть у кого-то. Потом страх, а сможет ли он выиграть или нет, из этого легко впадает в горе, апатия, чувство вины и позор. Вот эти эмоции человек переживает, когда он в конкурсах, когда он соревнуется, когда он в конкуренции. А давайте посмотрим, что такое, какие эмоции переживает ребенок, человек, взрослый, когда он сотрудничествует. Во-первых, он переживает смелость. Олег Васильевич, это интерпретация Хоккинса, частность, но в жизни по-другому, индивидуально. Ушинский, Гальперин, Корсанов. Во-первых, Дэвид Хоккинс жил чуть позже, его исследования я проверяла на себе многократно. Частности в жизни действительно присутствуют, но давайте скажем честно, когда ученик выигрывает, что он чувствует? Что он чувствует? Он чувствует гордыню. Когда выигрывает команда, команда, то они чувствуют радость, они чувствуют смелость. И когда человек находится в нейтралитете, он позволяет другим присутствовать в этом моменте. Вот по этой таблице человека из депрессии можно вывести за 10 минут. Я не знаю другого, более легкого способа человека из состояния позора ввести, вывести в нейтралитет, чем следовать поступенчато вот этой таблице, задавая поочередные вопросы и сделать это рационально. Поэтому я очень сильно доверяю этой таблице. Переходим к сотрудничеству. Когда команда приступает к работе, у них смелость, потому что если я не смогу, то меня кто-то поддержит. Дальше появляется нейтралитет. На каком уровне появляется нейтралитет? Когда разные участники одной команды начинают высказывать разные мнения. Так, так, ты скажи, а ты, а может быть, они начинают видеть жизнь многогранна. Оказывается, есть такое мнение, а может быть, такое. Можно достичь этим способом, а можно достичь и другим способом. И когда появляется доверие, человек освобождается, и у него появляется готовность, готовность делать что-то. Они пришли к единому какому-то решению, даже к единому, к вариативному решению, и они работают, готовность. они принимают результаты, потому что если они даже проиграют, команда проиграет, то они принимают, что что-то сделали не то, надо поискать. Не личная моя вина, это не мой позор, что я проиграла. Так, нам надо что-то доработать, и в команде всегда найдется человек, который под ним, когда идет сотрудничество. Если взять в современном мире большие бизнес-компании, но наибольший результат показывают такие корпорации, которые работают, включают элемент сотрудничества. Когда есть элемент сотрудничества, то результативность намного выше. Когда есть конкуренция, то ставят подножки, пытаются сделать так, чтобы другой проиграл, за счет это выиграть. Вот всякие интриги, которые мы часто слышим, где там происходит в спорте, в каких-то местах, когда это происходит, в основном это в спорте происходит. Там же, где люди совместно вместе работают, пытаются над одним планом работать, то здесь больше возможности проявить именно сотрудничество и находятся в эмоционально более высоких состояниях. А давайте посмотрим, когда человек смел, что он делает? У него идет утверждение, он берет на себя полномочия. Мы иногда жалуемся, что дети не хотят ничего не делать, потому что у них нет силы взять полномочия на себя, не хватает энергии и смелости. Как только они взяли смелость, они уже могут почувствовать смелость, что у них получилось, а легче это получить в команде. Так, а как водители медсотрудничают в конкурсах музыкантов-исполнителей? Ведь они выступают сольно. Раиса Фаритовна, очень интересный вопрос. Смотрите, когда здесь они каждый исполняет действительно индивидуально. Но на конкурсах этот вопрос решили другим образом. Есть, например, несколько лауреатов определенного уровня, то есть не один человек, может быть, пять лауреатов второй степени, три лауреата третьей степени. Получается, что лауреатство показывает путем набора определенного количества баллов. Дети получили какое-то количество баллов и, соответственно, этим баллом они получили свои места. Вот таким тогда он получается не просто один выигравший, а несколько человек схожего уровня. Не он один проигравший, а несколько человек похожего уровня, когда можно стараться продвинуться вперед и сделать по-другому. И еще в таких случаях, поскольку я сама музыкант, я понимаю, если дети ввязались в конкурсы, надо на эти конкурсы ходить часто. Часто. Почему? Потому что на разных конкурсах они получают совершенно разные дипломы и они разные результаты. И они вдруг начинают понимать, что их задача делать хорошо то, что они делают, а оценивать, пусть жюри оценивает как хочет, это их дело. Когда я выводила своих детей на конкурс, я говорила, дорогие мои, дорогой мой, сделай так, сделайте так, чтобы вы сами раскрылись по полной, почувствовали радость от музыки, которую вы творите, а что решить жюри, это их дело. И тогда можно подойти к жюри и спросить над чем мы можем еще работать. тогда получается, что даже проигравший получает совет. И ты говоришь, понимаешь, твоя награда в том, что у этого человека мы имели возможность получить рекомендацию по твоему развитию. Он показал, в каком направлении нам развиваться. И тогда даже проигравший ребенок будет чувствовать себя хорошо. То есть стыдись не надо. Как проводить конкурсы? Все-таки без конкурса никак не получится. И вот когда касается детей младшего возраста, особенно детсадовского, что мы делаем? Мы организуем таким образом, чтобы у каждого участника была возможность победить. Самый быстрый, самый аккуратный, самый креативный, самая красивая оформленная работа, лучший друг, который не просто дал переписать, а помог и объяснил. самый большой личный прогресс. Кто-то был просто слабеньким, двоечником, и бац, он сделал, то есть вот он выигрывает, чуть лучше становится. Так я читаю комментарий. Сейчас засели портепианных конкурсов до детей администрации заинтересована больше в участии. престиж школы, а дети способны одни и те же. Отсюда перегруз. Да, то есть ну как получается, сделали программу, эту программу можно на двух-трех конкурсах прокатать и дать перерыв, сделать другую программу, когда слишком часто, это тоже создает определенные напряжения. Но дело в том, что вот помните, в самом начале я говорила, если это делается ради министерства, ради отдела культуры, ради каких-то бонусов, здесь идет искажение. В таком случае очень надо больше делать школьные фестивали, не конкурсы, а внутри школы, фестивали, потому что наверняка есть очень много детей талантливых, у которых не хватает опыта выступать. Когда они выступают на школьных фестивалях, тематических фестивалях, то они набирают опыт выступлений. На фестивалях можно давать какие-то грамоты, можно разного уровня, можно одинаковые, и после эти дети приобретут особую некоторую смелость, практику и будут замещать других детей тоже на конкурсах, и не одни они будут делать. Альтернатива конкурсу, если мы брали, конкурс помогает как мотивация, работает в школе как мотивация, средство мотивации, мы ограничиваем во времени включение игрового компания, то есть есть такой метод в методике БИС Вассермана, как только первый ученик решил задачу или справился с заданием, учитель дает 30 секунд для окончания всех других. Вот один-два ученика решили быстро, ну можете брать даже три ученика первых решили, после третьего 30 секунд на решение остальных, если разница между уровнем детей большие, сколько решили, решили, вы ограничиваете и вдруг бац у них мозг включается и они быстро решают, не до этих 30 секунд они будут 10 минут сидеть на одном месте. Благодаря этому методике Вассермана дети в течение урока успевают делать намного больше заданий и задач чем у других. Разноуровневые задания, то есть дети, какие задания будем делать, простые или сложные, сложные или очень сложные, или просто даете вначале, что в обычных ситуациях вот это для всех учеников, а кто хочет получить, скажем, оценку, я не люблю вообще оценки, а кому интересно, может решить вот еще эту задачу. Чем это хорошо? То, что ребенок сильный в данном предмете не будет скучать во время урока, потому что если он заскучает, ему станет все неинтересно, а если ему подкинули задачку сильную или даже сверхсильную, он начинает думать, во-первых, он не шалит уже, он не мешает другим детям, а самые большие шалуны это наиболее умные дети, они очень активны и будут мешать, чтобы они не мешали вам и плюсы они чувствовали мотивацию их действуют, тогда дайте им сложное задание, они начинают соревноваться сами с собой. Активизация. Вот дети заснули, как только говорите, конкурс, он активируется, да, вместо этого что мы делаем? Мы делаем похлопывание, вот похлопали ручками, все, уже кровь потекла, они проснулись. Массаж ушей вообще восхитительная вещь. В течение 30 секунд массировать уши, это сразу или вот взять и так тереть уши, они греются, они становятся красными, активизируется организм и от спячки все просыпаются, действует лучше всякого кофе, хоть для взрослых, хоть для детей. Есть массаж активных точек, вот эти точки, которые вот на рисунке вы видите, вот эти точки, просто берет раз-два, раз-два-три, раз-два-три, по очереди, вот эти точки, эти точки очень сильные, они не спроста, на самом деле, по этим точкам можно раскроить секрет вот снятие стрессовое состояние. Если произошло какое-то неприятное, в школе неприятная ситуация, они могут просто по этим меридианальным точкам, сделая вдох-выдох, спокойно, так раз-выдох, вторую точку, третью, и постепенно все эти точки, или просто похлопывая три-пять раз, вот так, похлопывая легонечко эти точечки, и в конце выдохнув, отпустись напряженные ситуации, и уйдет напряженная ситуация, иногда бывает что-то случилось, ну, телевизор каждый день показывает какую-то неприятную ситуацию, авария, кто-то упал, кто-то заплакал, детям сложно пережить этот эмоциональный груз, вот дайте им вот эти точки просто вот постучать параллельно, и все, и все, а вот помассировать около носа, пазухом вообще шикарное упражнение для того, чтобы не заболеть или быстрее выздороветься во время вот гриппа, который сейчас распространен вот в Нижнем Новгороде, уже сколько школ закрыли на карантин, обычный грипп, и физкульт-минутка, просто дети встают, прыгают, наклоняются, делают какую-то зарядку, за счет этого у них пробуждается организм и активизируется, если вы конкурс вставляете только для того, чтобы активизировать ребенка, не надо его тормошить зря, можно сделать вот это, преодоление сложности, то, о котором говорил Антон Семенович Макаренко, это контрольные работы, и без того в школе достаточно контрольных работ, дети столько их пишут, вот недавно жалуется ребенок, что им разные учителя в одно и то же время поставили зачет в седьмом классе, говорит, не знаешь, на какой идти, ну, милые мои, немножко состыковывайте свое время таким образом, чтобы дети мало того, что в один день несколько зачетов, так еще эти в одно и то же время, надо как-то координировать, почему-то в институтах между зачетами есть определенное правило, проходит сутки через день, день там регламентированно, вот эта периодичность, а в школе вдруг по всем предметам и дети приходят в один день, у них три-четыре контрольные, это непомерная работа, нагрузка на психологическую систему ребенка, вот здесь уже важно, чтобы руководство школы давало какую-то определенную схему, выработало схему, и учителя между собой договаривались, чтобы подряд три урока писать контрольную работу, это несуразно, задание повышенной сложности, да, постепенно всем детям даем на шаг, вот такая хорошая формула есть, 6-3-1, 6 заданий легких, при которых вырабатывается азарт, опыт победы, тот опыт победы, о котором я говорила дальше, три сложные над которыми надо попотеть, и одна очень сложная, почему, чтобы не зазнаться, чтобы знать, чтобы вот пошел домой и еще подумал об этом, но вот эти сверхсильные задания даются не всем, а только тем, у кого это сильная сторона, у кого хорошо получается, и он хочет, и он заинтересован, иногда, чтобы заинтересовывать ребенка в учебе, надо дать ему сложную задачу, и он пойдет и решит, а если ему не давать сложных заданий, да, он будет скучать. Воспитание человечности, вот воспитание человечности, что дает нам? Проектные работы на актуальные темы, темы, которые и прямо из жизни, как, например, сделать, чтобы дом, в котором вы живете, стал чище, аккуратнее, вот, тимуровцы были в свое время, сейчас немножко сложно, и в подъезд просто так не зайдешь, и люди стали очень подозрительные, потому что появилось слишком много мошенников, но, например, какие-то проектные работы, которые могут делать что-то на благо кого-то, чего-то, это всегда можно сделать. Почему бы не организовать, например, нарисовать красивые картины, какие-то концертные программы, и пойти в дом престарелых? Почему бы не сделать приятное бабушкам, дедушкам? Уже не точно вашим детям столько будут аплодировать, столько они получат радостных впечатлений, почитать для них стихи, рассказать что-то, вот это и есть. Взаимопомощь детей. Вместо того, что переписывать, вы видите, дети переписывают, ну, сделайте по-другому. Например, у вас есть в классе ребенок, который очень быстро все сделал, ему скучно сидеть, что вы делаете? Находите, при том, если он сам согласен, если ему это нравится. Самого слабого ученика или того, кто отсутствовал пару дней по болезни, посылайте на последнюю парту и говоришь, помоги ему с этим уроком, его не было, поможешь мне, вот объясни ему вот эти эти темы. Он идет, объясняет, приходит, тебе понятно, проверяйте и все. Смотрите, один ребенок получил возможность позаботиться о ком-то, а другой почувствовал, что его не забросили. И он доделал свою учебу, то есть здесь идет взаимопомощь, вот здесь и воспитывается человечность. И воспитание через сказку. Сказки это вообще великая сила. Современные мультфильмы, которые показывают, большинство техногенов, они рассказывают про технику, про реальную жизнь, и там очень не во всех, не во всех, но во многих нет мечты. В сказке есть главная составляющая фантазия, какая-то великая идея, хорошая идея, и идея и главная идея в том, что добро всегда побеждает, оно претерпевает сложности, преодолевает и побеждает. Вот это очень важный момент. Рассказывая сказку, проигрывая сказку, иногда даже на урок математики, вот была такая сказка, там пошли, ну, у змея Горенча было столько голов, за раз рубили три, на место одного вырастало три, и так далее, и так далее, и решить эту задачу. Вот Иван Царевич, каждый из вас может представить, что он Иван Царевич, ему надо решить эту задачу, и как сделать, чтобы, вот этот вопрос. Вот и получается воспитание через сказку. Дневник личного успеха, вот его можно сделать на уроке классного, классный руководитель может сделать, а так же может сделать в младших школах один учитель, и это легко, на последнем уроке за 10 минут до окончания, что я сделал сегодня лучше, чем вчера. Просто открывает дневник и записывает, что я еще могу сделать лучше прямо сейчас или сегодня. Вот, всего лишь два вопроса, вы можете добавить какие-то другие вопросы, и вот этот дневник личного успеха может быть закрытым. Ребенок лучше, если он не показывает взрослыми, а это именно для него. Если он хочет, маме может показать, если хочет, если хочет, покажет учители, если он не захочет показывать, пусть не показывает. Таким образом, что он начинает делать? Он начинает пристраиваться, смотреть, как он может стать лучше, а что прямо сейчас я могу сделать? Это возвращение к реальности. И еще один гений педагогики Шалова Александрович Мунашвили. Дети учатся лучше там, где их воспитывают, и на основе этого их учат. Они учатся хуже там, где их учат, и надеются, что обучение повлечет за собой воспитанность. Пожалуй, задача современной школы именно воспитать, а не научить. Почему? Потому что знание настолько сильно меняется. Сейчас даже открытие Альберта Эйнштейна подвергается сомнению. Наука очень сильно меняется, она очень сильно развивается. И что тогда? Получается, мы учили детям одно, а потом окажемся обманщики, или нас неправильно учили учителя? Нет. Но если мы учим детей воспитываем и учим на человечности, на их любознательности, на умении извлекать знания, тогда этот процесс воспитания очень интересный, очень серьезный, и он плодотворный. Именно благодаря тому, что мы научили знания, а мы их воспитывали, определенные навыки прививая к ним. И благодаря этим навыкам они в жизни способны получать новые знания в любом количестве. Этот пример приводил как раз Шалвам Анашвили. Как помочь дереву вырасти сильным? Если вы хотите, чтобы дерево выросло, или семечко выросло, вы же не будете его тянуть. Нет, вы разрыхляете землю вокруг него, поливаете землю, не само растение, а землю, удобряете землю, что получается? Когда вы создаете условия для детей, то они растут. Если получается, во время холодов можно их окутать, молодые деревца, оберегать от паразитов, чтобы не отвлекать их внимание на посторонние, а остальное солнце и вода сделают свое дело. Остальное внутреннее сознание человека, ребенка, сделает все, что нужно. Дереву, чтобы расти, нужно всего лишь стремление. Когда много деревьев, лесов, в битии, они растут, растут, они вытягиваются вверх, они соревнуются между собой. Может быть, они тоже соревнуются ради того, чтобы ближе идти к солнцу. Да, с соревнованием есть место, но это не сама цель. Если есть возможность сделать так, чтобы в соревновании не было проигравших, а все были бы потенциальными победителями и рассматривали даже проигрыш, анализировали со стороны, как можно развивать, развиваться, идти дальше, то да, этим конкурсом следует быть. Что мы делаем для ребенка? Мы создаем среду, питаем душу, питаем ум, оберегаем и пытаемся оберегать и защищать от вредной информации, вредных примычек и опрестных явлений. И, конечно же, позволить его естественной природе проявиться. Вот солнце и вода, которые здесь есть, это и есть естественная природа ребенка, которая развивается. Ну что ж, дорогие коллеги, благодарю вас за участие. На этом я заканчиваю и приглашаю Павла Юрьевич сделать завершающую часть нашего вебинара. вот уже появилась ссылка, по которой вы можете приобрести сертификаты. вебинару даций. Продолжение следует...